Сразу семь населенных пунктов Иркутской области стали участниками проекта «Чистый город», в том числе Ангарску, Солесибирске и Шелихов. Цель – снижение вредных выбросов в атмосферу. В рамках программы в городе нефтехимиков сегодня прошел круглый стол, посвященный вопросам экологии. Участниками стали представители надзорных органов и предприятий. Какие вопросы обсуждались в ходе встречи, расскажем далее. Иркутская область вошла в список регионов с самым грязным воздухом. Так, только в 2020 году в атмосферу столицы при Ангаре выброшено около 110 тысяч тонн вредных веществ. Основными источниками являются предприятия цветной металлургии, производство строительных материалов и химической промышленности. Для улучшения экологической обстановки в крупных индустриальных центрах запущен федеральный проект «Чистый воздух». Его цель – снижение вредных выбросов в атмосферу. Сразу семь населенных пунктов при Байкале станут участниками программы. Критический вклад в загрязнение атмосферного воздуха на конкретной данной территории вносит такие канцерогенно опасные вещества, которые в том числе вызывают заболевания, иммунные системы, онкологические заболевания, как формальтегид, бензопирен и взвешенные вещества. По ряду показаний мы понимаем, что это не просто речь о желании проживать гражданам в благоприятной экологической обстановке, но и как раз вот эта взаимосвязь между экологией и здоровьем населения. Потому что именно санитарные врачи говорят о том, что необходимо снижать уровень загрязнения атмосферного воздуха. Только в Ангарске почти 200 предприятий состоят на учете как объекты негативного воздействия на окружающую среду. Каждому из них присвоена определенная категория опасности. Согласно действующему законодательству, все эти организации в обязательном порядке проходят инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ. На объектах инженеры-экологи проводят сбор данных о количестве и составе токсичных отходов. На сегодняшний момент наши предприятия работают в соответствии с наилучшими доступными технологиями, которые утверждены в Российской Федерации. И пока у нас на стадии понимания или на стадии подготовки только к тому, что мы действительно можем снизить. Потому как действительно используемое оборудование и технологии у нас на достаточно хорошем уровне. Как отмечают надзорные органы, до сих пор многие представители мелкого производства не подали заявки на инвентаризацию источников выбросов. Это заметно препятствует разработке мер по снижению токсичных отходов и составлению программ по защите окружающей среды. Если к большим промышленникам вопросов нет, то вот как раз к небольшим, к тем, которые являются аитами, так называемыми, да, то есть индивидуальные источники теплоснабжения, в своей совокупности по данным очень опасным загрязняющим веществам они оказывают вклад соизмеримый с вкладом одного крупного промышленного предприятия. Поэтому не выявлять их и не учитывать при реализации федерального проекта невозможно. Это будет неполная реализация. Мы не сможем достичь того эффекта, той задачи, которая перед нами совместно поставлена. К 2024 году в рамках проекта «Чистый воздух» в Иркутской области установят допустимые объемы выбросов для промышленных предприятий. Компании должны будут сократить токсичные отходы не менее чем на 20%. Все организации должны пройти инвентаризацию. Также Роспотребнадзор будет вести мониторинг качества воздуха. Помимо этого будут проводиться социальные опросы среди граждан об удовлетворенности чистотой атмосферного воздуха. Ирина Шавлюк, Оксана Крюкунова, Дмитрий Новопашин. Местное время.